Ну вот смотри, там ведь тоже не глупые люди сидят. Те, кто инвестировал, буквально недавно начинали огромные инвестпроекты в нефтяную, какие-то новые разработки, целые правительства консолидировались, вкладывались в новые месторождения, в новые трубы. Ну и что? А у них ведь горизонт планирования тоже не маленький. Что, они все ошибались? Потому что эта ситуация, она создалась буквально вот сейчас. И вдруг стали говорить о том, что бензин может уйти. Вопрос из чего? Вопрос из чего это все создается? Ведь самые главные поставщики оказались нестабильными партнерами. То есть вы, когда живете с алкоголиком над головой, у вас есть два варианта. Либо подняться, три варианта. Подняться на стучателю по голове, самый крайний вариант, но вы все равно от этого вас заливать не перестанет. Второй вариант, вы можете починить ему трубы, но это тоже не вариант, что вас заливать не будет. Есть третий вариант, самый классический, отрезать ему эти трубы, чтобы вода вообще в дом не заходила. И мы сейчас присутствуем при сценарии, когда трубы отрезают. Кто отрезает? Какие трубы? Это же несказательно. Люди пытаются отказаться от тех источников углеводородов и поменять, предположим, направление этих источников таким образом, чтобы не зависеть от нестабильных партнеров. Ну, это вот, допустим, вопрос... Нижный поток, ну, смотри, не нижный поток. Да, Украина в обход, реверс и так далее. Будут искаться иные пути и иные поставщики. Но при этом самое главное, что поняла Европа, нужно отказаться вообще от источника как такового. Он не только ведь экономически вас привязывает к нему, но и ухудшает экологию. В этой ситуации мы говорим уже даже о газе, о российском газе. И о российской нефти, конечно. И о российской нефти. Ну, я тебе скажу, на мой взгляд, я вам скажу... Ничего, ничего, можно, как удобно. Я вам скажу, на мой взгляд, на данный момент дешевле и выше по КПД газового источника – это вопрос большой. Работают, вот смотрите, работают сейчас над этим тысячи и тысячи ученых. Да, они давно работают, они уже... Но тогда не было такой потребности. Сейчас появляются новые системы... Ведь вопрос не в генерации энергии, самый большой, например, в солнечной. Не вопрос в генерации, а вопрос в сохранении. Вы днем-то сгенерируете это, а что ночью делать? Самый большой пик, так скажем. Вопрос в генерации и доставке коммуникации всегда был. Сейчас, я уверен, что в ближайшие годы вопрос сохранения энергии будет решен. Например, предпрезентация Маска группы Тесла о том, вот этой вот знаменитой на стене... Я считаю, что это спекуляция, Денис. Вот эти разговоры о том, что альтернатива будет развиваться, они уже ведутся давно. Но пока дешевле и эффективнее нефти и газа ничего еще не придумано. Холодный синтез... Вот это как раз таки спекуляция. А что касается вот этого, если вы посмотрите структуру портфелей крупных инвестиционных компаний мировых, кто чем владеет, то увидите, что присутствие в них нефтяных бумаг уже совсем незначительное. Оно как раз ровно на то, чтобы там мягко выходить из них. И еще раз говорю, эра нефти, я в этом абсолютно уверен, заканчивается. Ну, да, конечно, мне понятна эта точка зрения, но здесь у меня есть свое мнение. Хотя вот такое точка зрения я читал тоже, придерживается очень много достаточно... Ну, Греф в последний раз заявил об этом. Я не думаю, что у нас есть основания не верить человеку, у которого данных явно больше, чем у нас на двоих в источнике. Но здесь есть нюанс, очень важно понимать. Мы, так как у нас 80% ВВП так или иначе завязано с ресурсами, у нас большая часть населения трудоспособного, которое действительно что-то воспроизводит, устроено там. И сейчас, по оценкам международных экспертов, только по миру уже 250 тысяч человек потеряли рабочие места. Из-за кризиса. Из-за кризиса нефтяного. Соответственно, пока нашим компаниям удается всех этих людей держать на балансе, но бесконечно это продолжаться не может. Люди людей начнут увольнять. И не начнут, если будет пересмотр к отрасли. К сожалению, до сих пор наше правительство рассматривает нефтяную отрасль, как некую волшебную золотую палочку, которая за все заплатит. Все время. Пока, может еще мы вернемся к 80 и опять можно будет. Но сейчас, когда отрасли на дне... Пора задуматься. О том, что это такая же обычная бизнес-среда, как производство зерна, я не знаю, чего еще. То есть это обычный бизнес, не имеющий сверхдоходов. И как только мы осознаем это, мы немножко по-другому вообще все повернем, включая и собственную экономику. А как же вот преусловутая борьба за ресурсы? Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Ведь одна из основных причин – это борьба за ресурсы, за месторождение той же Сирии и Ирака. Есть разные точки зрения. Но есть и другая. Я прекрасно ее знаю. Но есть и другая точка. Считается, что дестабилизация Востока, она выгодна прежде всего Российской Федерации. Потому что... Это же тоже мнение, она тоже имеет право на жизнь. Соответственно, почему выгодно? Потому что любой поток, который пойдет оттуда, будет конкурирующим потоком с российской трубой. Поэтому пока там война, никаких труб, которые тянутся через Каспий, о которой давно говорили. Так это же Сирия выходит на море. Она уже долгий партнер и союзник России. А ее же хотят расчеленить, чтобы беспрепятственно пропустить трубопровод. Это уже катаровский газ пустится, аудовский. А почему нет? Кто мешает? Почему вы там плохого-то впустить этот газ? Кому мешает вопрос? Там то и дело, что пока там есть сильная централизованная власть, их проектам не суждено сбыться. По крайней мере, на тех условиях, которые они хотят. Смысл в том, что все борются за рынки сбыта. Всегда. Ну вот. Вопрос в том, что в 1812 году, если помните, война в США началась именно с того, что колония перестала воспринимать себя колонией и захотела участвовать в процессе перераспределения доходов. Именно в США. Они захотели производить. То есть не только позволять откачивать ресурсы, условно говоря, со своей территории, но и строить там заводы, фабрики. То есть как-то участвовать в процессе передела. Большого передела, так называемого. С этого началась война. Сейчас многие государства хотят участвовать тоже в большом переделе. И мы хотим ведь участвовать в этом большом переделе. Поэтому мы и вкладываем эти деньги в индустрию. Вопрос, мы неправильно структурируем это все, это другое дело. И если при каких-то обстоятельствах мы кому-то наступим на ногу, никто не может гарантировать нам, что... Денис, безусловно, вы сами по себе не менее интересная фигура для наших зрителей, чем сам вопрос этого кризиса. Поэтому хотел бы задать личный вопрос. К какому лагерю вы относите сами себя? Вот вы до этого упоминали Грефа, Гайдаровскую команду. Сейчас вы сказали, что Россия виновата в этом нижневосточном кризисе военной, который происходит. Это дает мне основания отнести нас к либеральному крылу, так скажем, которых тоже нехило такая группировка в России имеется. Я могу сказать, что я четко разделяю только одно понимание, что есть невидимая рука рынка. То есть есть такой не... Те, кто придерживаются идеи Смита. Но задача государства не допускать ситуации, когда эта невидимая рука рынка срабатывает. Понимаете, да? Вообще или... Это вот позиция, это некий экономический взгляд, если уж совсем просто его объяснять, что все решает рынок, но задача государства не допускать, чтобы срабатывали пружинки вот эти. Например, если бы вовремя в свое время решили вопрос с ипотекой, то не было бы ипотечного кризиса в Казахстане. А где тут рука рынка? Рука рынка, что в конечном итоге стоимость жилья стала настолько высокой, что даже при наличии ипотеки она не оправдывала... Ее стоимость была неоправданно высокая, мы никогда ее не выплатили, эту ипотеку, по таким ценам. В конечном итоге люди это начинают осознавать и перестают... И пузырь слопывается. Это рука рынка привела к спекулятивным ценам на недвижимость? Рынок как... Нет. Вот как раз рука рынка возвращает все в исходное положение. Всегда. Вот он к паритету возвращает. К начальной стадии. Вот как мы сегодня видим. Мы помним с вами цену на недвижимость 4,5 тысячи в Далмате за квадрат. И сегодня мы видим, что в лучшем случае там тысяча, тысяча двести за квадрат. Вот она возвращает туда всегда. К начальным условиям. Невидимая рука рынка, но все-таки, значит, мое предположение... Это не либеральное. Это не либералы, так называемые. Я не крайний сторонник. Я во многом и социалист. Ну, к какому крылу ты себя относишь? Вот не либеральное там... Я такой неолиберальный социалист. Ты считаешь, что, допустим, гайдарские реформы, они были необходимы и эффективны? Я считаю, что гайдар смотрел вперед гораздо дальше, чем мы могли предположить. А это уже достойно уважения. Значит, надо расценивать его идеи достаточно серьезно. Ну, как бы, и деятельность Чубайса тоже ты так знаешь. Ну, Чубайс не гайдар, во-первых. А во-вторых, то, что писал гайдар и то, что он придумал, на этом Россия жила много лет. Сейчас вот этот вот пинок, который был придуман командой, он уже заканчивается. И видим, как все захлебывается. Поэтому относить себя к лагерю, это может Лжас Худайбергенов. Он у нас в лагере, там, условно, великих удержателей. Людей, которые противоречат рынку. Или там Петр свой, который говорит, что надо доллар жестко привязать. На что я им всегда говорю, что, конечно, мы можем отказаться от этого, но как быстро к нам прилетят голубые вертолеты, мы очень... Мы не можем угадать. Либерального толка более экономический обозреватель.